Вчера уже попробовала чай вот этот, успокаивающий. Кто-то даже писал, что им пользуется крымский букет, это вот крымские травы. Я же говорила, да, как в спа-салоне. Заходишь и эти ароматы, они прям сразу успокаивают. Ой, просто чудесно. 4.20. Доброй ночи, все мои хорошие. Я уже проснулась, открыла окно. Смотрю, тут луна висит круглая-прикруглая. Так, пока у меня лук обжаривается, я грибочки помыла и укоротила ножки. Сейчас я их хочу вот так вот порезать, тоже вот такими вот дольчиками. Девочки, ну не удержалась, хочу снять закат. Добрый вечер всем. Начинаю новое видео. Смотрите, как на солнышке блестят желтые листики. Такая красота. Я вчера еще попрощалась с бабьим летом. Но, хочу вам сказать, сегодня, конечно, похолодало. 11 градусов сегодня максимум было. Ветерочек, даже немножечко дождик покапывал. Ну и тем не менее, облачно. Но нормально. И солнышко, вот оно уже садится. Вам видно солнышко за горизонт. Я сейчас смотрю в окошко, так красиво. На солнышке блестят желтые листики. Прям золото. Золотая осень. Прям натуральная золотая осень. Классно. Я вам сейчас скажу, чем я занималась сегодня целый день. Фух, девочки, наконец-то я добралась до вас. У меня сегодня такой насыщенный день был. Вчера я целый день моталась, снимала видео по магазинам. Рынок на Хичеванский. Забрала посылочки вечером. Покрасила вчера бровки. Кстати говоря, девочки, кто скажет, если брови у меня слишком яркие. Хочу сказать, успокойтесь. 2-3 дня. И они у меня немножечко подсмоются. И будет уже нормально. В общем, нормально. Она покрасила. Меня устраивает вполне. Ну, реснички чуть-чуть подкрасила. Ну, как бы не особо видно. Ну, и ладно. Все равно чуть-чуть я ярче стала. Меня это устраивает. Я сегодня с утра пораньше встала. Девочки, полчетвертого проснулась. И давай монтировать быстрее видео. Смонтировала видео, которое я вчера сняла. И вот эту посылочку, которая у меня, Ивановский текстиль, пришла. Юмекс магазин. Я сегодня тоже сняла. Еще с утра успела снять вот это все. И потом у нас выключили свет с полодиннадцатого утра до четырех дня. Света не было. А я вообще думаю, как же так? Мне ж надо все это успеть там все поделать. Я сегодня вечером собиралась поехать к дочке. Поехать к дочке. Вечером посидеть с Денечкой. Ее отпустить там по делам. Но у нас, в общем-то, планы поменялись. Это все у нас отлаживается, откладывается. В другое время я поеду к ней. И, в общем, даже это и хорошо. Потому что все очень заняты. Кто-то спрашивает, почему так редко к дочке езжу. Девочки, потому что заняты. Я занята, она занята. Все делами занимаемся. Ну, у нас есть связь, мы по связи, по телефону связываемся. Все нормально, не переживайте. То, что я стала реже видеть Денечку, ну, тоже ничего страшного. Теперь у него не одна бабушка, у него две бабушки. Я очень рада, что есть еще одна бабушка, которая может время тоже с ним провести. И Дене, мне кажется, в общем-то, особо без разницы, с кем время проводить. Я не думаю, что он прям очень сильно-сильно за мной скучает. Все нормально. Все, как говорится, все под контролем. Не переживайте. А, кстати говоря, кто-то в комментариях еще написал, почему вы делаете покупки Насте, там, дарите подарки, вкусняшки всякие покупаете, а Дене нет. Когда я жила с дочкой, больше проводила времени с ней, значит, я больше Дене делала подарки. С Настей виделась редко, поэтому у Насте, как говорится, реже подарки были. Сейчас я больше время провожу с Настей, ну, потому что вот нужно помогать ребятам. Работает Наташа. Тогда Наташа не работала какое-то время. В общем, поэтому она была с Настей. Сейчас мне надо часто очень Настю забирать в садика. И мы с ней проводим время, поэтому я Насте делаю какие-то подарки, какие-то вкусняшки. И не переживайте, никто не обделен. Я думаю, что Деня не это. У Дени все есть. Кто в этом сомневается, кто смотрит канал Дочки, вы знаете, что у Дени и всякой одежды полно. При том, что одежда такая дорогая, фирменная всякая, классная. У него одежды полно. И разные вкусняшки дочка постоянно покупает. Поэтому ему еще, он еще в таком возрасте находится, что ему, собственно говоря, без разницы, кто это купил, кто это подарил. Ему факт, что если у него есть какая-то вещь, которая нравится, вот и он радуется. А кто подарил, кто купил, он еще пока не в том возрасте, чтобы это оценивать. Поэтому не переживайте, все прекрасно. Все у всех есть. Я там, где я нужнее. Покупаю то, что я, если я считаю нужным, купить беру и покупаю. В общем, все, обговорили мы эту тему. Значит, что я вам хочу сказать. Я вчера продегустировала чай. Значит, позавчера я продегустировала чай. Я вам показывала, я в Ашане накупила чаев для сна. Аж три штуки. Чай успокаивающий. Значит, вот этот чай, крепкий сон. Но это не чай. В общем, здесь травка. Здесь как бы чая я не наблюдаю. Это я первым делом открыла, попробовала. Хочу сказать, немножко такой, знаете, очень мятный. Прям мятный. Чай пью, как холодок. Знаете, вот такой вот. Сильно мятный. Может быть, его нужно было чуть-чуть. Я так чайную ложечку положила на стакан. Ну, как написано здесь. Ну, прям сильно мятный получился. Вчера уже попробовала чай вот этот, успокаивающий. Кто-то даже писал, что им пользуется крымский букет. Это вот крымские травы. Ну, он немножечко лайтовый такой, полегче, поприятнее пьется. Ну, я туда добавляю ложечку меда, потому что, ну, сахар не кладу. А мед, он-то все равно полезный. Диета не диета, ну, ничего страшного. Мед тоже успокаивает. Для сна тоже хорошо, в общем-то. Ну, чтобы приятно было пить, потому что такие чаи обычные, вообще не сладкие. Я пить просто не могу, потому что там горький и все такое прочее. Вот. Ну, в общем, за это я вам сказала. Этот чай я еще не открывала, но я думаю, сегодня на ночь попробовать вот этот чай. Чай перед сном. Не знаю, тут нарисован ребенок. Может быть, он детский, может быть, тоже лайтовый. Но попробую, мне интересно. В общем, буду их как-то там чередовать. Ну, хочу сказать, что засыпаю я хорошо, сплю хорошо, но все равно просыпаюсь рано. Но видно уже, знаете, ввиду возраста, потому что в моем возрасте я не одна такая. И соседка моя, и еще другие вот, и сестра. Ну, в общем, все люди, кто уже постарше, спят уже меньше, чем молодежь. По времени, по часам спят меньше. Поэтому, если я уже поспала как бы больше 4 часов подряд, то это для меня уже просто отлично, да. Но если я вчера уснула, скажем так, без 20.10, проснулась сегодня без 24. Я поспала 6 часов, для меня это просто вот уже шикарно, просто уже отлично. Вот так. Так, что еще я хотела сказать. Сейчас я хочу распаковать Фаберлик, девочки. Там еще кое-что на ночь я тоже заказала новиночку одну. Тоже хочу протестить, попробовать, продегустировать. В общем, давайте отправимся в комнату и посмотрим, что я там заказала в Фаберлик. Ну вот, девочки, переместились мы сюда. У меня теперь в этом уголочке еще появилась подушечка новая, на которой написано «Все будет клево». И когда я смотрю на эту подушечку, у меня поднимается настроение, правда. Все будет клево, да. Все будет клево, все будет хорошо. Так, ну что, девочки, люблю я вот это вот сидеть здесь, распаковочки вот эти показывать вам. Прямо класс. Значит, что я вам хочу сказать. Заказала я, уже такое заказывала. Это крем «Скатка». «Скатка» «АйСеул». Я люблю «Сеул». Очень такой классный крем, очищающий. И он, вот утром нанесли его, так вот раз-раз-раз помассировали, и оно прям скатывается, и после этого становится гладкое лицо, и оно даже такое, как, знаете, кремом покрытое, даже вот и кремом можно не покрывать. Но оно с одной стороны очищает вот лицо, вот это вот все скатывает, и все. И у меня этот крем уже заканчивается, я решила заказать его заново, и буду с удовольствием им пользоваться. Мягкий гель «Скатка». Это просто вот класс. Я вам хочу сказать, порекомендовать. Если кто не пользовался, попробуйте. Здесь артикул 08-51. Так, что еще? Заказала я мыло для рук, потому что я, бывает, заказываю, потом кому-то дарю. Ну, вот по акции две штуки, они идут по акции с хорошей такой скидочкой. Я взяла разные, одно питательное, другое смягчающее, и то, и то хорошее. Вот это крем, крем-мыло, мыло-крем-жидкий. В общем, классная, мне нравится вот эта вещь. Заказала вот такой вот я пробничек. Это вот этот крем, которым я пользуюсь. Блюр-крем. Это который, крем-ретушь для лица. Очень хорошо вот на крем, который уже на лицо нанесли, сверху нанести вот этот крем. Его можно под макияж также, а можно даже без макияжа. Вот если я не люблю краситься, да, то вот этим кремом нанесла, и у меня как бы выравнивается тон кожи, смотрится очень хорошо. Хотя не видно, чтобы там какой-то был тональник или что. Но вот такой вот пробничек появился, и я решила его заказать для того, чтобы вам показать. Если хотите кто, можете взять пробничек для начала попробовать. Артикул пробника 0035. А артикул большого пузырька 1049. В общем, тоже это одобряемся, это просто класс. Мне очень нравится. Находка. Здоровская такая вот находка. Девочки, заказала вот такую вот мини-губку. Это уход за обувью из замши и нубука. Ну, и у меня есть обувь из замши. Я просто открыла, сейчас посмотрела. Здесь такая вот жесткая губка, прям жесткая. И она как раз вот счистит всю грязь, все, что там есть на обуви. Ну, вот мне как раз такой не хватало. Маленькая, можно даже в сумочку кинуть, места не занимает. Или в машину, у кого там машина есть. Вот. Что еще, что еще? Заказала две масочки. Тоже по акции, две штуки дешевле получается. Но эти масочки мне нравятся. Я такую масочку уже заказывала не раз. Кислородная экспресс-маска для лица. Идеальный тон и увлажнение. Идеальный тон и увлажнение это то, что мне нужно. Вот. Классно. 02-34 артикул. Вот. Так что такую масочку и подарить можно. Я брала уже, дарила. У меня у подружки недавно, у соседки моей был день рождения. И такую масочку, помимо всего прочего, подарила. Кое-какие вот подарочки от Фаберлик. Да. И взяла еще гелевая маска патч глаз. Для глаз вокруг глаз. Под глаза, короче. Тоже такую уже брала. Мне тоже понравилась. Очень хорошенькая. Артикул здесь 07.25. Так, еще я взяла помаду гигиеническую. Наверное, это со вкусом клубнички. Но я взяла это для Насти. Настя попросила, бабушка, возьми мне помаду. Я говорю, тебе рано еще губы красить. Я говорю, я тебе только возьму, но только бесцветную. Бесцветную возьму. С запахом каким-нибудь хорошеньким. Сейчас я ее открою. Вот. И вот Настя ко мне как придет. Завтра она должна ко мне прийти. Я ей дам. Пускай намазывает губки себе, если ей хочется, если ей нравится. Так. У нее такой вот приятный нежно-розовый цвет. Пахнет, правда, клубничкой. Интересно. У меня губы накрашены. Да, она бесцветная. И она даже, кстати говоря, еще с какими-то блестками блестит. Как бы вам показать. Сейчас покажу. Так. Ну и напоследок я оставлю крем, который хочу протестировать. В общем, что еще у меня осталось показать вам. Стиральный порошок для цветного белья. Концентрированный. Я заказываю его постоянно. Заменяет 1 килограмм, заменяет 3 килограмма. Мерная ложечка здесь. Каталожик. Вот этот вот есть новый. На новый период. Новый период каталожный. С 1 ноября по 21 ноября будет 16 каталог. Ну и посмотрим, какие там есть новиночки, что интересного. Ну и наконец-то мы вот добрались до... Это крем ночной. Дрем терапии. Ночной крем. Я уже брала спрейчик такой. Я им спрею. Как раз спрею. Сказала тоже. Побрызгиваю в комнате перед сном. Когда собираюсь спать. И такой приятный, знаете, запах. Как в спа-салоне. Вот такой вот. И еще я брала такой бальзамчик. Вот на виски тоже намазать. Ну успокоительный перед сном. Все. А вот тут решила, думаю, а что? Надо попробовать взять ночной крем. И на ночь перед сном намазать. В общем, добавить еще и крем. Плюс ко всему этому туда. Что здесь у нас написано? Инкапсулированный мелатонин. Благодаря микрокапсулам он проникает глубоко в кожу. Мелатонин нужен не только, чтобы сигнализировать о наступлении ночи. Его важнейшая функция детокс. И обновление кожи после активного дня. Он восстанавливает упругость, помогает сохранить тонус, эластичность кожи. Давайте откроем, посмотрим. Да, кстати, какой это здесь у нас номер. Номер артикула 2615. Все, открываю, смотрим. Я думаю, что, может быть, я так потихонечку-потихонечку соберу всю коллекцию вот этих вот средств. Вот эти все голубые баночки. И все это для сна. Но, пускай, почему бы нет. Есть еще средства для душа. Тоже можно перед сном принять душ. Релаксирующий, расслабляющий. Вот так вот набегаешься за целый день. И потом хочется, знаете, расслабиться и хорошо, крепко поспать. Так, ну вот такой вот крем. Он обычного белого цвета. Что он тут? Ну вот, хорошо впитывается. И приятный тоже такой расслабляющий запах. Ну, запах вот легкий, такой вот этого микса, который я пшикаю, спрейчик в воздух. Так, ну я хочу им уже намазаться. В конце концов, уже вечер. Все, вся беготня закончилась. Я сейчас пойду умоюсь, смою, что у меня там на лице есть. И приду сейчас намажу с этим кремом. Протестим вместе. А завтра я вам скажу результат. Или, может быть, сегодня еще. Все, девочки, смыла я свою дневную усталость. При том, что у меня на лице был крем. Вот этот вот крем-ретушь. Я его сегодня, сегодня съемки были, я его наносила. Вот. И сейчас вот этот, нанесу вот этот вот релаксирующий ночной крем. Очень, ой, прям такой запах приятный. Вы знаете, сразу, вот этот запах сразу успокаивает. Как-то вот такой вот запах прямо. Я же говорила, да, как в спа-салоне. Заходишь, и эти ароматы, они прям сразу успокаивают. Ой, просто чудесно. Ну и классно. Теперь еще и на лице у меня будет. Еще и на лице. Хороший запах. Да, я, наверное, все-таки закажу. То, что я еще там хочу заказать. Вот из этой серии. Мне очень эта серия прямо нравится. Прям очень нравится. Прям такой релакс. Я вам сейчас покажу вот этот вот спрейчик. Вот он, спрейчик, который я заказывала. И вот там, где вы спите, вокруг кровати или в спальне, побрызгать и попшикать спрейчиком. И прямо, знаете, сразу такой вот, ну, релакс такой. Знаете, расслабляешься, получаешь удовольствие, кайфуешь. Все. И вот этот вот маленький такой вот бальзамчик. И вот его на ручку, вот сюда, на запястье, на виски. Даже когда голова болит, он тоже как-то вот успокаивает за ухом. Вот. И все. Это перед сном тоже вот так вот раз-раз помазала и кайфую. Просто прелесть. Я не знаю, мне это нравится все. Так, ну все, девочки. Дело, в общем-то, уже вечер, да. Слава Богу, я вроде суету свою всю закончила. Можно теперь расслабиться. Наконец-то включить телевизор, лечь, посмотреть. Перекусить еще, пока время позволяет. Только 6 часов, а я уже расслабляюсь. Но учтите, что я не сплю с полчетвертого, да. Утро, ночи. Так что мне... Время теперь, можно и расслабиться. Кто-то как-то в комментариях написал, а почему вы не работаете? Девочки, отвечаю я на пенсии, во-первых. Во-вторых, блогерством занимаюсь. А блогерство это, извините меня, не бездельничать. Это куча-куча, надо много всего делать. Я, кстати, вот эту сейчас хочу попробовать губножку. Интересно на губах. Она бесцветная. Приятная. Да, ну она так вот чуть-чуть поблескивает. Вот кто губы не красит, кто не хочет помадой красить, можно вот это вот как блеском покрасить. Она в то же время и как и гигиеническая, в то же время немножечко поблескивает. Ну ничего, вот неплохо, да. Вот, так что, кто занимается блогерством, тот не бездельничает. Это можно сказать, это можно сказать работа. А я тем более на пенсии, на заслуженном уже, можно сказать, отдыхе. И тоже занимаюсь, занимаюсь и внуками занимаюсь, и занимаюсь вот то смонтировать, то снять, то еще что-то делать. Сегодня целый день была этим занята. Все, девочки, укладываю спать. Вернее, спать еще не укладываю. Сейчас пока что телек посмотрю, что-нибудь включу интересненькое, перекушу, и вот буду сегодня уже отдыхать. Наверное, снимать уже больше сегодня ничего не буду. А утречка мы продолжим наш влог. Ну и забыла сказать, ссылочку на Фаберлик я, как обычно, оставлю в описании внизу. Проходите по ссылочке. И если кого-то что-то заинтересовало, ну там, помимо этого, еще очень много чего интересного есть. И очень мне нравится вообще продукция Фаберлик. Заходите по ссылочке, обязательно что-нибудь себе интересное найдете. Или себе, или на подарок своим близким. 4.20. Доброй ночи, все мои хорошие. Я уже проснулась, открыла окно. Смотрю, тут луна висит круглая-прикруглая. Летом вот хорошо было, уже в это время расцветало. А сейчас темно, на улице ночь, а я уже не сплю. А я уже не сплю, девочки. Я уже выспалась. Я уснула, вчера еще десяти не было. И все, четыре часа я уже проснулась, уже бодрячком чувствую себя. При том, что у меня есть видео, которое нужно смонтировать. Я же по ссылочку вчера снимала, примерочку, обновочку. Сейчас сяду монтировать. Сажусь я и прямо вся туда окунаюсь с головой. И вот делаю шедевр. Стараюсь сделать так, чтобы это было смотрибельно, красивенько. Вот. Ну, у меня сегодня что по планам? Сегодня вечером Настю мне надо будет с садика забирать. И, в общем, до вечера как бы я свободная. Но нужно мне еще покушать сегодня, что-то приготовить. Надо будет Настю чем-то кормить. И вот я сейчас сижу, пью кофе и думаю, так, что же мне сегодня приготовить? Может быть, что-то докупить нужно с продуктов? В общем, у меня пока что еще варианты. Варианты пока. Вот. Ну, все. Сейчас допиваю кофе, пойду монтировать видео. А с вами уже я увижусь позже. Восемь двадцать. Я только что закончила монтировать видео. Раздвинула шторы, а на улице уже утро в полный рост. И на градуснике, девочки, пять градусов. Это вообще, конечно, все. Это уже халадрыга, но я окно открывать не хочу. Пошла я завтракать. Девочки, я, что называется, с места в карьер. Приготовила луковицу, куриная грудка у меня и у меня есть шампиньоны. Я решила приготовить блюдо, которое я еще не делала сама. Но я думаю, оно должно у меня получиться. В общем, на сковороду сейчас положу, обжарю лук. Быстренько. Все быстренько. Я сейчас оформила доставку с пятерочки. Просто в магазин идти сейчас у меня нет времени. Поэтому я решила там уже небольшую заставочку себе сделать. И скоро мне принесут продукты. Так, значит, лук я сейчас обжарю на растительном масле, на вкусном масле. Обжарится немножко, потом добавлю туда грудку и шампиньоны. Все это хочу обжарить. И потом сделать гарнир отдельно. Так, я уже включила сковороду, закинула туда лук. Я так думаю, что я вот эту грудку сейчас нарежу небольшими кусочками такими. Чтобы они были небольшие. Чтобы оно быстренько с грибами вместе обжарилось. Ну, вот такие вот пласты небольшие кусочечки. И не толстые. Чтобы оно быстро все обжарилось. Я не знаю, будет у меня Настя кушать курицу. Вообще она мясо не любит. Грибы, я не знаю. В общем, у нее так под настроение. Поэтому я это делаю, в общем-то, для себя. Захочет она поесть. Не захочет, дадим ей что-нибудь другое. Я там пирожочки заказала. Сок у нее из печеньки. Творожок со сметанкой, с сахаром. В общем, найду я, чем ребенка покормить. Так, быстренько-быстренько-быстренько надо нарезать это все. Я уже стараюсь побыстрее. Я видео снимала, покомментировала. Сейчас я его проверяла, опубликовывала. В общем, надо уже скорее приготовить. На улице погода сейчас солнечная. Прям солнце светит. Хотя там холодно. Ну, я вечером собираюсь выйти за Настей. Я не знаю, буду я сегодня Настю снимать или нет. Скорее всего, нет. Надо немножко это перерывчик сделать. Потому что я смотрю. Ну, не всем нравится, когда я Настю снимаю. Так, это я нарезала. Сейчас грибочки быстренько помою. Ну, что, дождусь, пока она жарится. Так, пока у меня лук обжаривается, я грибочки помыла и укоротила ножки. И сейчас я их хочу вот так вот порезать, тоже вот такими вот долечками. Оп-оп-оп-оп. Вот так, по-быстренькому. Я думаю, что грибы вместе с курицей одновременно готовятся. И грибы минут 15-20. И курица примерно столько же. Тем более, небольшие кусочки курочки. Я думаю, приготовятся быстро. Поэтому я их буду кидать, в общем-то, вопло время. Ну, я, наверное, скорее всего, курочку кину. Чуть-чуть помешаю, чтобы она закрылась. И потом сразу грибы закинем. Так, все, у меня лук уже почти готов. Закидываю сейчас курочку. Так, курочка у меня немножко обжарилась. Закидываю сюда грибы. И буду теперь все это помешивать. Вот уже и доставка прибыла. Вот так вот обжариваем. Я смотрю, грибы уже сок свой дали. Ну и хорошо. Сейчас я приготовлю еще заливку. Я хочу это сделать в подливке. Подливку я буду делать сметану. Сметану с майонезом. Чуть-чуть майонеза и сметану. Вот это все потушить. Я думаю, должно быть вкусно. Беру, девочки, пол баночки сметаны. У меня как раз тут и есть. Я сейчас сюда добавлю немного майонеза. Так, для вкуса. Столовую ложечку примерно. Так, и чуть-чуть добавлю сюда воды. Вода у меня остывшая. Чуть-чуть воды. Все это сейчас перемешаю. Потом добавлю туда лавровый листик. И вот этот вот приправа для курицы, которую я брала, она как раз тут с солью. Значит, я соль, может быть, солить не буду. Ну, просто попробую. Посмотрим. Кто-то мне написал, что вот в этих приправах много соли. Ну, во-первых, я не вижу, чтобы ее тут прям слишком было много. Но с другой стороны, надо же, конечно, пробовать, чтобы пересолить. Я смотрю, тут влага довольно быстро выкипела. Уже начинает поджариваться. Я уже убавляю потихонечку мощность. В общем-то, можно уже, собственно, заливать под листой. Потому что все это очень быстро готовится. Лавровый листик сюда. И подливочки. Вот так. Все, убавим мощность. И чтобы она потихонечку все это тушилась. До готовности я не знаю, сколько минут. Я думаю, недолго. Буду пробовать. Так, все это перемешаю. Если мало водички, можно будет добавить. Ну, наверное, будет нормально водички. Слишком много не хочу. Так, ну, прекрасно. Пока что вырисовывается что-то красивенькое. Ну, сейчас я уже приправу сюда добавлю. Соль. И все. Ну, убавим сейчас мощность. Быстренько покажу вам, что я взяла на доставочку. Салями финская с можжевельником. Вот это мне нравится. Но она по акции как раз была. Яйцо селяночка, сорт первый взяла. Ну, батон отрубной. Конечно, мой любимый. На стюшке взяла вот такой вот пирожок. Персик-абрикос. Аютинский. Взяла мандаринок чуть-чуть. Ну, вот мне свеклу сейчас принесли нормальную. Три штуки как раз вот на 300 грамм. Прошлый раз был один большой и один маленький. Так. Вот это по акции. Соленые огурчики хрустящие я люблю. Нравится мне квашеная капуста с клюквой. Вот клюква там. Очень вкусная, обалденная просто. Взяла 300 грамм. Это груша конференция. Девочки, 300 грамм, одна груша. Я думала, хотя бы две будет нам с Настей. Ну, значит, мы поделимся. Ладно. Так, ну вот и все. Небольшая моя такая вот доставочка. Ну что, девочки, я попробовала. Уже все готово. На соль можно чуть-чуть досолить. Оно недосоленное. Кто любит недосоленное, можно так и оставить. Все уже мягкое. Грибочки, курочка, подливочка. Очень даже вкусно все получается. В общем, отлично. Выключаю. На гарнир хочу сделать вот эти гнезда. Вот эти гнезда я брала. И вот как раз сейчас то, что нужно, с этим гнездом я сделала. Ну, варятся они обычно, как макароны. 6-7 минут готово в кипящей воде. Все. Вот вода у меня закипела. Я ее подсолила. И вот 4 гнездышка туда опустила. Ну, теперь будут вариться 6-7 минут и готово. Смотрите, какая красотища, девочки, у меня получилась. Я уверена, что это вкусно-вкусно. В общем, сейчас я буду обедать и потом отдыхать. Ну, а перед тем, как отдыхать, девочки, сначала мне нужно пропылесосить, еще и пулики помыть. Но я это снимать не буду, потому что, в общем, уборку вы уже мою видели. В общем, сегодня у меня был длинный день, так сказать. Сейчас время только третий час. Но если учесть, что я проснулась около 4 утра, то для меня это уже очень длинный, получается, рабочий день. Так что я сейчас все-таки перед садиком хочу отдохнуть. Но приберусь по-быстрому, отдохну и потом спокойно пойду уже без камеры за Настей. Хотя, кто его знает. Может быть, и буду что-нибудь снимать, но это уже попадет в следующий влог. А этот я заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, как обычно, подписывайтесь, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok